ребятки с вами лекс и мы сегодня опять-таки вместе с вами разбираем игру project playtime и со мной сегодня gmd 13 не разумеется а я это снова я ребята и мы разумеется затупили посмотри какой здесь вообще прекрасное существование есть как сказать видео а это что это геймплей походу ребята геймплей сразу предупреждаю это видео по project playtime это видео связано с новой игрой по вселенной папе playtime разумеется эта игра будет бесплатно эта игра будет в стиме эта игра будет мультиплеер на вы можете вместе с друзьями играть как за выживших так и за монстров монстры у нас будет видео хаги виде мамочки длинные ноги виде нового буги бу который тоже появился и это только начало и только все начало и сейчас вы увидите ребята то что вышло в стиме эта страница вы можете добавить эту игру wish list прямо сейчас для того чтобы больше поднять ее так скажем в топы стима понятно давай уже смотреть давай уже плюс к этому да с вас лайк обязательно погнали смотреть ребят не будем больше томить мне самому интересно я еще не видел еще новые локации локации топ просто вот мы должны искать игрушки и собирать их но для чего мы их должны собирать мы играем за балманчиков дизлайк но это уже дизлайк дизлайк выбирайте блин он прикольный прикольный ну да смотри смотри мы можно носить герой выбор экспериментов это робокс так интересно есть всякие штуки эксперимент 1006 да 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 и умри были ни хрена непонятно у них ладошки и сейчас разные были то есть там будет выбор скинов там 100 процентов будет выбор скинов но мне не понравилось что мы играем за болванчиков. Мне не понравилось, что мы играем за болванчиков. Мне очень сильно понравились скины, которые были в трейлере. Да, в синематике было очень хорошо. А то, что здесь мы играем вообще за супер болванчиков. Вы должны собрать все игровые кусочки и также найдите пазл пилар. Не понял. Ну, видимо, этого. Кстати, там кто-то нарисован или что-то такое? Нет, нет. Здесь нарисован, кстати, опять Буги Бу, вон. У него есть плакатик свой. Плюс к этому мы видим здесь Хаги Ваги. Помнишь, ты тогда сказал, что это Кисси Мисси? Я был неправ. Оказывается, был Хаги Ваги. Все-таки это локация из Project Playtime, а не Poppy Playtime вторая или третья глава, какая-нибудь там новая. Так, у нас будут жизни. Есть R. Это, скорее всего, что? Это вот ускорение? Устройство. О, это вот той машине депозит. Сюда закидывать. Смотри, кстати, слева стоит коробка. Собери шесть кусков. Слева стоит та самая коробка и вопрос. Эта коробка настоящая, этот Буги Бу? Или все-таки это другое чемпи? Ловушка его. Он устанавливает. Может быть, это просто, да, коробка, которую ты, типа, будешь думать, что это Буги Буги Бу, чтобы не подходить. Чисто как ловушечка, да. Обещающе, что здесь кто-то есть. И вот, мы собираем, получается, Кэтби. Для чего мы его собираем? Вопрос. Для чего, для кого? Чтобы выбраться. Зачем нам Кэтби? Ну, то есть, для того, чтобы выбраться из студии, нужно собрать Кэтби? Ну, знаешь, тут есть какой-то концепт, как у ДБД, мы должны бегать от места к месту, а здесь это то и депозиты вот эти, и закидывать в них что-то, да. Ну, понятно, понятно. То есть, мы должны выполнять задания, мы должны что-то собрать, и потом это должны отдать, и, разумеется, на нас откроется проход. Но зачем? Зачем? То есть, должна же быть какая-то логика этого всего. Кому нужна эта нафиг игрушка? Мы собирали игрушку в официальной игре, чтобы её там установить. Найди себе друга, чтобы открыть дверь, а тут, чтобы отыскать её на выход. Вот и всё. Да, логично. Кстати, они, походу, да, сделали концепт из первой части, то, что мы должны именно Кэтби собирать, как было в первой части, как в первой главе было, и чтобы открыть проход, мы должны это Кэтби поставить именно в тот самый сканер. Окей. И, разумеется, эту локацию мы тоже видели на гифках, которые как раз-таки мы открывали на сайте специальном, которую нужно было взламывать, быть супер-мега-программистом-хакером, и, разумеется, эта фигня там есть. И что здесь вообще мы видим? Для чего-то, видимо, вот эта вот фигня будет нужна. Огромная той машина. Возможно, кстати, этой машине мы и должны будем отдать какие-то части, чтобы он в итоге сделал робота нам. Ну да. То есть, сделал полноценную игрушку. И прикольно, что есть много этих конвейеров. Понятное дело, что, скорее всего, они не будут вообще ничего никак влиять, это просто визуально красиво, и всё. Но здесь также есть какой-то автомат, как видишь. И такое ощущение, у меня личное ощущение, не знаю, как у тебя, что там какой-то Хаги сидит, я не знаю, в этом автомате. Ну, в любом случае, кайф. Давай дальше, смотри, да. Кайфово, очень кайфово. Смотри, можно прятаться, уже круто. Так, смотри, там новая игрушка. Где? Сверху, 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 сверху. Над нами мы должны уже собрать кошку-сладкоежку. О, да, это... Как её зовут-то? Канди-кэт? Канди-кэт, да. А кто пробежал здесь, я не понял? А, это он пробежал, новый, буги-бу. Лол. Видишь, мне не нравится. Мне не нравится. Смотри, смотри, у них разное... У них у каждого разные свои скидки. У них, да, визуально они все отличаются, то есть это 100% будет донат, ребят. Донат, как говорится, заказывали, если не заказывали, в любом случае получайте. И, разумеется, вот те самые статуэтки Кисимиси мы здесь наблюдаем. Смотри, автомат вот этот есть слева, что ты сейчас вот упоминал. Да-да-да, это только что такое. У него есть какая-то штука там разноцветная. Да, там, походу, какой-то рандом выпадает или что-то такое. По-моему, это головоломки с музыкой, с запомнить цвета. А, да, походу, так и есть. И ты должен выполнить эту головоломку, ты просто получишь часть. Но прикол в чем, как в ДБД, ты должен стоять там долгое время. И пока никого нету, пока не будет этого монстра, ты можешь спокойно стоять. И как только он подойдет, ты, разумеется, убежишь и не успел сделать головоломку, теперь это заново ее начинать делать. Вот в чем прикол. Это прикольно, это интересно. Вот, да-да-да, кстати, нам показывают здесь. Он правой рукой, кстати, а что у него за рука, желтая какая-то? Желтая. Да, они обе желтые, смотри. Но это скины можно вообще-то персонализировать. Ну окей, кстати, мы собираем здесь мубота. И видишь, мы здесь играем уже. А, смотри, у него костюмчик управа, это прикольный костюмчик. Это у этих какие-то болванчики вообще. И вот, видишь, он играет, получается, мелодию какую-то, видимо, повторяет за тем, что ему ранее показали. И, разумеется, после этого ему выдается какая-то часть деталей. Локация, смотри. Общая локация – это большой театр, да? Но это здесь, это только в одном месте. А так, это так. Не, не, здесь, кстати, прикольно тоже робот. Ого. Прикольный. Смотри, мы играем сейчас за Хаги. Робот, туги бота, кстати, у него заметил. Мы играем за Хаги, заметил? У него есть способности. У него есть способности обнимать, хагивать и кубик. Я не знаю, что это значит, но пока что, понятно, что обнимать только делает, а все остальные херестаны. Так, это ищи выживших и не дай им еще уйти. Ну, вот вопрос. То есть, кубик. Что значит кубик, интересно? То есть, мы будем иметь возможность превращаться в предметы, видимо? Ощущение, что это ульта какая-то. А мне ощущение, что он может прятаться. То есть, он может превращаться в предметы, как проб-хант какой-нибудь. Нет, Хаги умер от ящика. Жмешь на... И умирает, да? Да, да, да. Он снова умирает от ящика. Ну, понятно, ну, прикольно, да. Так, какая же обе стороны? Это, видимо, комната для выбора персонажей. Выбор, да, да, да. Да, ну, тогда вопрос. Помнишь? Я не знаю, вообще-то следил за второй частью Poppy Playtime или нет, но во второй Poppy Playtime можно было найти секретную комнату для выбора мультиплеерных персонажей. Нет, вот это я уже нет. Там была такая комната, там был Хаги-Ваги, была мамочка длинные ноги и... И болванчики вот эти. Да, и болванчик. И все. И все, и была возможность, типа, выбора. И здесь, так понимаю, как бы далеко от этого не ушли. Блин, нифига себе, анимации у него классные. Блин, нифига он прикольный. Ты посмотри на него. Новая игра от разработчиков Mob Games. Блин, тоже упор это. Она может лазать по стенам. Да, она лазит, она не по стенам. Она по потолкам даже. Ты посмотри на его руки. Она по потолкам даже лазит, если ты не понимаешь. Айрн-мэн. Айрн-мэн. Айрн-мэн прыгает, смотри-ка, высоко. Видишь, будет головоломка с Хаги маленькими, это 100%. Вот видишь, она по потолкам лазит, как паук. Она сидеть умеет. Да, она умеет сидеть. И она, кстати, невидимая, видимо, у нее есть способность невидимости, походу. Нет, это она... Или наоборот, она видит, где она ходит. Заметь, смотри, у нее опять есть куб. У нее опять есть куб. Да, я вижу, вижу. Видимо, они все умеют превращаться в предметы. То есть, чтобы не палиться, как пробхант. Я думаю, что это пробхант. А если это убийство, значит... Нет, я думаю, это пробхант. Нет, я думаю, это пробхант. Нет, я думаю, пробхант. Это, смотри, она видит следы. Способность дает видеть их следы. Ну, кстати, да. А паутина, видимо, как-то либо замораживает, либо еще что-нибудь делает. Какая непонятно. Но выглядит это очень сочно. Там были сейчас постеры. Постеры? И е. О, реально постеры. Это новый постер, ребят. Таких мы еще не видели. Дресс-код, лук-дейпер. Get your snacks. Ну, короче, здесь ничего сверхъестественного не налицо. Просто такие прикольные постеры. Hide or die, это написано? Да, try to hide. Попробуй спрятаться. Не сможешь убежать. Блин, слушай, прикольно. Здесь можно будет, видишь, ему всякие ловушки строить. То есть, дверь закрывается. После того, как ты отпускаешь руку, и он не сможет уже пройти. И мы должны, видимо, в конце уехать на поезде. Ааа. Вот чем прикол. Блин, как это круто. Губы смотрят скриншоты. У нас еще, ребят, скриншоты есть? Ну, это очень круто. Я не ожидал то, что будет настолько круто. Открывай. Я не ожидал. Я не ожидал. Хаги-ваги. Это Хаги-ваги, смотри. Заметьте, кстати, он тут маленький. Ну да, он меньше, чем мы его представляем обычно. Это Миги-хагик, что ли? Это, походу, фейк. Это обычный. Фейка-хаги. Скорее всего, хаги. Да нет, обычный Хаги, но ощущение, что он меньше стал. Они решили его уменьшить. Нет, они его реально решили уменьшить. Так, здесь какая-то склад для игрушек. Сцены, где вот эти всякие там звезды. Ну, смотри, тут есть, да, вот эти звезды. Давай дальше. Так, это, видимо, лобби, где мы начинаем. А, это рюкзачок мамочки, типа? Ого. А где мы с тобой увидели еще руки? Ты прикинь, разработчики, насколько умные, они решили все-таки опять использовать то же самое, что у них уже имеется, и заработать на этом, монетизировав там какой-нибудь внутриигровой контент. Да, да, да. По сути. Не знаю, насколько это будет интересно играть, но выглядит это очень сочно. Выглядит очень интересно. Разумеется, пока мы не попробуем поиграть, мы не сможем определить, насколько это интересно. Ну, да, да, да. Стоит еще вот оценить отдельную игру. Иван, руки, кстати, у него, видишь, прикольная? Угу. Он как скелетик какой-то. Скелетизированный. Прикольно, прикольно. Так, а дальше что есть? Так, разумеется, та самая сцена, мы ее видели только в черно-белом виде, и получается нам... Что это за огромный театр? Вот эти все гифки, получается, все гифки у нас были просто намеком на Project Playtime и их локации. Да, да, все именно так. Блин, ну ладно. В любом случае круто. В любом случае круто. Я не знаю, что за театр, но, видимо, здесь должна было быть место для выступлений для детей, чтобы... Это же PlayCare, я так понимаю, они где-то в PlayCare находятся, а может быть и нет. Вот, кстати... Может быть другая локация. Вот, кстати, да, вот это вот отличная идея. То есть, видимо, здесь должны были быть дети, сидеть, разумеется, да. Развлекают их тут изначально. Здесь должны были выступать для них. Что, если их всех увозят под предлогом «Идемте на цирк на какой-нибудь, на какое-нибудь шоу». Они такие, что да, 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 им тут указывают цирк, а дальше уже все. Их усыпляют тут газом. Возможно, возможно, но, мне кажется, это было один раз только. Один раз. Нет, давай думай так, что эта игра вообще никак не связана. Вообще никак она не может быть с официальной игрой. Да нет, мне кажется, она должна быть связана. Мне кажется... Да как, это онлайн игра. Ну, так-то логично, конечно. В любом случае, мы уже знаем то, что в этой игре появится персонаж, которого еще не было. И он точно... Смотри, у него есть обилки, обилки, обилки. Да я вижу, да, у него есть какой-то удары когтями, есть удлинение какое-то. И опять-таки превращение в предмет, видимо. Видимо, я думаю, у меня какое предположение, что он может превращаться в коробку. Ту самую коробку. Ну да, он может. Да, нет, и все персонажи, скорее всего, в эту, со звездочкой. Ну, в маленькую вот эту вот рядышком, что мы еще в начале с тобой сказали. Да, коробка со звездочкой. Вот и сидит там, ждет. И мне кажется, все там сидят. То есть и у мамочки длинные ноги будет такая способность, и у Хаги будет такая способность просто превращаться в эту коробку. А таких коробок на локации разбросано очень много. Чтобы не полиции, типа ты встаешь и все. И не знаешь еще, кто с тобой играет. Ну, вот из монстров, если так смотреть. Да. Прикольно, прикольно. И офигенно то, что у него очень прикольная текстурка. Очень прикольная. Ну, какие-то ручки у него тут маленькие, что ли. Ну, маленькие, не маленькие, они прикольные. И выглядит он вообще офигительно. Выглядит очень классно. Красные пружинки. Зона 0.1 какая-то. Где ты увидел? Здесь, разумеется. Да, вон она сзади. Ага. Зона 0.1, и разумеется, просто показывает нам, демонстрирует этого персонажа нового. Ну, он выглядит... Мне очень сильно нравится. О, нифига, здесь целые эти. Смотри, у него даже есть... Целый культ Хаги. Смотри, у него рюкзачок какой. Я вижу. С этим монстром, лол. У этого рюкзачок с Хаги. Нет, это я Хаги. Блин, вообще кайф. Ну, понятно. О, это здесь краски будет мини-игра с мини-Хаги, да. Ну-ка, стопэ, давай-ка еще раз назад. А что если это локация, где скидывают всех детей, и тут уже пшикают газ? Вот это было бы удобно тут делать. Не знаю, не знаю. А где-нибудь снизу все? Не знаю, навряд ли. Мне кажется, их усыпляли и там под газ пихали уже в самой этом, в самом театре. Ну, в самом театре это делали, не куда-то сюда они их пихали. Угу. Так, и последний скриншот, ребята. Тоже, опять-таки, склад. Мы, кстати, видим здесь мусорки прикольные. Сколько фан-сервиса, сколько они всего делают. Хаги-ваги, банзобани. Да, очень прикольные. Уже мусорки с ними. Это, кстати, в ФНАФ СБ есть, заметь. Да, да, есть такое. То есть, прям много всего там очень схожего. Ну, это хорошо, это ж неплохо, то, что они делают так же. Огромный бренд. ФНАФ сделал в этом большой толчок. И, разумеется, они просто пытаются подражать и делать лучше, чем они. Посмотрим, получится ли у них сделать лучше. Но это, по крайней мере, ребят, мультиплеерная игра. Это первая мультиплеерная игра после Secret Neighbor. В нашем, как это называется, и маленьком инди-мире. Потому что у нас только сосед умудрился выпустить какую-то игру, связанную с мультиплеером, чтобы это можно было играть с друзьями. Посмотрим, что это будет. Посмотрим, что будет. А ты уверен, что только сосед, Лекс? А кто еще? Dark Deception, Mortal Sandcast. Ой, лучше бы они не выпускали, я такое не уважаю. Ну, тут все очень схоже. Тут опять играешь за монстра, играешь за выживших, и есть разные режимы. Ну, по сути, да, логично, логично. Так же, как и Case Anima Aronix 2. Абсолютно все то же самое. Играешь за одного робота и выживших. Ну, это выглядит просто суперкруто. Будем ждать, ребят. 6 декабря, это буквально через 2 недельки, и мы уже будем, можно сказать, в этом проекте. Просто вопрос. Что мне делать? Играть в соседа или играть в эту игру? Хотя сосед выходит, кстати, 1 декабря на раннем доступе, если что. То есть, 1 декабря, получается, получат, или 2, или 1 декабря получат, да, те, кто предзаказали игру. Одна из меток, смотри, одна из меток. Лор, рич. Она связана с Оором, что ли? Да ё-моё. Я тебе об этом и говорил. Богатый сюжет говорит. Видишь, фритуплейная мультиплеерная хоррор-игра, где 6 игроков должны создать какую-то огромную игрушку, чтобы выжить и победить монстра, который преследует их на игрушечной фабрике. 7 игроков контролируют монстра и дают ему какую-то голову. Одну цель. А, одну цель. Найти и убить их всех. Вот и всё. Ну, я ничего не понял. Думаешь, я понял? Да, увидим, что будет всё-таки на релизе. А, седьмой игрок, это не семь игроков. Седьмой игрок контролирует монстра. То есть, ребят, всего 7 человек играет, 6 из них выживающие, если кто не понял. Ну, это очень много. Я не помню, чтобы были такие выживалки. В соседе всего лишь в обе, да, там 6 людей. А там тоже на 6, кстати. Они, видимо, и оттуда немножко взяли, оттуда немножко взяли, немного посмаковали какие-то идеи. У соседа, наверное, на одного игрока меньше, а здесь именно их 7. Да, у них 5 плюс 1, да. Это как вот так вот играть с ним? Да, это очень много. Ну, посмотрим. Может быть, там и локация хорошая, и вообще геймплей будет вообще отличаться от предыдущих игр. Посмотрим, да, посмотрим. Ребят, на этом всё. Надеюсь, вам понравился видосик. Спасибо, JimD13, что был здесь. Да, я был здесь. Спасибо, что помог разобрать немножко эти стриншотики, да, видосики. Ребят, разумеется, 6 декабря мы точно будем в это играть. Не будем пока загадывать, каким образом мы будем это всё реализовывать. Либо это будет стрим, либо это будет видео. И, разумеется, от вас хочу в комментариях услышать, что вы хотите больше. С меня, как обычно, спасибо. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что приходите на видосы. Спасибо, что лайкаете. Это очень важно. И, разумеется, подписывайтесь, если не подписаны, и ожидайте от нас видосики. Это была игра Project Playtime. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok